В начале апреля в Московском училище Олимпийского резерва номер один состоялись первые открытые соревнования на призы Виктора Трифонова. Этот турнир собрал почти полторы сотни молодых борцов из Москвы и 14 регионов России и сразу стал международным. В нем участвовала и команда спортсменов из Беларуси. Плюс ко всему положительному присутствие на этом мероприятии наших уважаемых чемпионов, чемпионов мира. Николай Федорович Болбошин, олимпийский чемпион, знаменосец сборной команды Советского Союза на Олимпийских играх. Фархат Ахатыч Мустафин и многие-многие другие спортсмены, члены сборной команды Советского Союза еще, ну и теперь молодые ребята, члены сборной России уже. Виктор Николаевич Трифонов, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер и заслуженный работник физической культуры России. Старший тренер Московского училища Олимпийского резерва номер один по греко-римской борьбе. В училище на 16-й Парковой Виктор Трифонов трудится без перерыва, более 40 лет. В числе его воспитанников олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы. Многие из них сами уже стали тренерами и сами воспитали чемпионов. Выдающийся воспитатель и наставник настоящих борцов греко-римского стиля. Уважаемые спортсмены, тренеры, вип-гости, организаторы, судьи, рад приветствовать вас в нашем учреждении. Столь умный вид спорта, как спортивная борьба, представляющая его дисциплина греко-римская, а раньше она называлась классической, всегда рождала очень сильных людей. Пример это Виктор Николаевич Трифонов, заслуженный тренер России, который, представьте себе, уже более 40 лет воспитывает училища в нашем мировом, торцов мирового уровня. Для нашего коллектива большая честь провести турнир в его имени. На протяжении двух дней на борцовских коврах было жарко. Боролись все весовые категории. Предварительный раунд, утешительные схватки и горячий финал после торжественной церемонии открытия с участием высоких гостей. Это прославленные ветераны, руководители Всероссийской и Московской Федерации спортивной борьбы и, конечно же, воспитанники Виктора Николаевича. Они просто не могли пропустить такое событие и собрались на первых открытых соревнованиях на призы заслуженного тренера России Виктора Трифонова. Еще хочу поблагодарить свое родное училище. 40 лет я здесь работаю, служу училищу и благодарен, что в сеть коллектива отозвался, все службы, кто здесь присутствует от нянечки до столовой, до гостиницы, все приняли участие в подготовке и сделали так все прекрасно. Трибуны зала борьбы Московского училища Олимпийского резерва номер один вместили всех зрителей и тренеров, и родителей спортсменов, которые приехали в Москву на турнир. Особенно приятно, что победителями домашнего турнира стали двое нынешних воспитанников отделения греко-римской борьбы, которую возглавляет Виктор Трифонов. Это Артем Пастухов и Михаил Шкарин. Еще один спортсмен Московского училища Олимпийского резерва номер один. Канан Салимов завоевал бронзовую медаль. А Михаил Шкарин получил из рук своего тренера еще и кубок лучшего борца соревнований. Да, финал непростой был, потому что с соперником уже боролся с этим. Он немного мою борьбу выучил, поэтому было довольно сложно. Турнир хороший получился. Отлично, очень хорошо. То, что и живу здесь, и учусь, и, ну, как сказать, в родных стенах проходит турнир. Удобно очень и придает сил. У нас было заявлено четыре спортсмена, потому что этот возраст у нас как бы юный, мы как бы стали заниматься. И из них два победителя, одно третье и одно пятое место. То есть это результат, наверное, более чем хороший. Хотелось бы лучше, мы по результатам жадные очень, поэтому... Вот, какое-то особое все-таки, наверное, ощущение от того, что вроде турнир, а в то же время мы находимся там, где живем и тренируемся. Мне это, это да, как говорится, дома и стены помогают. А так, с большим удовольствием пришли к тому, что надо проводить турнир Трифонова. Директор Московского училища Олимпийского резерва номер один Герман Скоропупов выразил надежду, что отныне турнир на призы Виктора Трифонова станет регулярным. А мы с вами станем свидетелями новой спортивной традиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова